Ну Король и Шут это классика и вот так вот прям раздавать можно Мне к чему придраться, слишком хорошо Что теперь? Не знаю, брат, я ее с молодостью слушал Культурный кот Я знаю только эту фразу Король и Шут все детство практически прошло с ним Вы че, издеваетесь, ребят? Ну это же классика говноризма российского Друзья, всем привет, меня зовут Максим и вы на канале Клип Плюс Это проект Клип Плюс В этом шоу мы пытаемся узнать самый рейтинговый трек всех времен и народов Напомню правило, мы подходим к 25 прохожим Включаем композицию, разные ее отрывки Они оценивают от 0 до 10 И в конце выпуска мы подводим рейтинг данной композиции Сейчас у нас лидирует композиция Юрия Шатунова Белые розы, почти идеальный результат До этого все время у нас лидировал Цой Но, видите, Юра смог Сегодня у нас на обзоре композиция Легендарнейшая композиция Легендарнейшей группы Короли Шут Прыгну со скалы Поэтому не тратим время Подписывайтесь на канал, инстаграм, телеграм, бусте Начинаем! Набрасываем людей разных полов, возрастов Я вам сейчас включу отрывочек песенки Нужно оценить от 0 до 10, окей? Давай Десять А расскажите, вы узнали группу? Нет Просто вам нравится такой жанр? Да Семерочка, почему, что понравилось И узнали ли, кто это? Качает Качает А узнали группу? Нет Предполагаю, что это Короли Шут Короли Шут А слышали до этого эту композицию? Да Что-то Вам нужно оценить от 0 до 10 Узнаете хорошо, не узнаете, не важно Так, узнали, кто это? Вот девушка узнала, да? Короли Шут Короли Шут Хорошо Солнышки мои, как вы оцените от 0 до 10? Мнения ваши могут не совпадать Десять солнышек Десяти Сто Десять Десять Так, расскажите, почему десяточка? Каждую тоже, про каждую спрошу Это именно, ну это именно то, что надо для наших, вот этих вот движений, так сказать Это именно вот самое то, вот послушать ее, покайфовать, вот эту вот душу очистить Огонь Так, почему 100 прям? Это значит, любимая группа? Ну не любимая, но хорошая группа, очень мне нравятся, песни хорошие, очень, да Так, почему десяточка? Ну Короли Шут это классика, и вот так вот прям раздавать можно Раздавать, так Душевная, душевная песня вообще, 10 из 10 Как вам вот этот отрывок от 0 до 10? Ну, на 5, наверное А знаете группу Короли Шут? Да Вот это она была, их один из популярных треков «Прыгну со скалы» А, «Прыгну со скалы» Глаза только открою и все Тоже узнали? Да, да, Короли Шут Что за трек? «Прыгну со скалы» Огонь Блин, круто мы встретили Так, десяточка, вы что ставите? Ну у них есть песни получше, восьмерочка Восьмерочка Так, давайте каждого спрошу, почему? Тут я мнение понял, потому что есть получше, почему 10? Не к чему придраться, слишком хорошо Ну, музыку писал хорошо Горшок Согласен А «Князь» текст? «Князь» текст есть, инфига Я хотел любви, но вышло все не так За вот этот отрывочек, какая оценочка от 0 до 10? Оценочку, ну давайте 7 с половиной пусть будет У нас не дробится, либо 7, либо 8 7 Вам что жалко? Сразу узнали? Да, «Король и Шут», да Что за трек? Разбежався, прыгнул со скалы Какая оценочка от 0 до 10? 10, и даже больше А в чем величие группы «Король и Шут»? Ну я не знаю, брат, я ее с молодостью слушал, и как бы мне всегда нравилось Друзья, недолго прервемся, я хочу выразить огромную благодарность людям, благодаря которым этот выпуск, собственно, имеет место быть Это люди, которые больше всех донатили на стриме и поддерживают, собственно, наш движ Аня Мама Максима, Глеб Сунфан и его жена Настя Суприм Егор, Владимир Лебедев и жена Танк Рокет, Петр, Максим, Таня Хос, Владимир Меркури, Стэнли, Ирина Ледокол, Красина, Нафталин, Антон и Сергей КС Ребята, спасибо вам от души Продолжаем Разбежавшись, прыгну за скалы Как вы оцените от 0 до 10 этот припев этой группы, этой композиции? На семерочку Вы? Ну тоже, наверное, на семерочку А «Король и Шут» знали, да, группу до этого? Да Видимо, такой в жизни мою дело Ваша оценочка данной композиции от 0 до 10? Сто Сто, а тут семь Семь Давайте каждого спрошу, почему? Любимый трек или любимая просто группа? Ну, в детстве просто очень много было, это память, это ностальгия, это как бы культурный код Узнали, кто это? Нет Первый раз слышите песню? Я вообще не слушаю рок Огонь Так, вы слышали когда-нибудь? Нет Тоже нет? У-у-у Хорошо, ваша оценочка от 0 до 10? Шесть будет Шесть-семь Отлично Это группа «Король и Шут» Знаете вообще такую? Да я не слушаю, я знаю, но не слушаю Так, а что вы слушаете? Но для меня просто не существует Я слушаю много знал Много знал? Да Это же рэп, да? Да Рэп, одничайший, кал, блядь, его нахуй нужно запретить, называется Так, узнали, хорошо, ваша оценочка от 0 до 10? Восемь Семь Так, почему? Не очень люблю «Короля и Шута», но мотивчик прикольный Хорошо, а вы почему семь? Я знаю только эту фразу с этой песней А, то есть так мимо эта группа прошла? Да Все, теперь я знаю, что это Хорошо, оценка от 0 до 10 Блядь Наверное, семь Это прям легендарная хуйня Хоть я ее не то, чтобы прям люблю Но, наверное, все-таки семь Как вообще к группе «Короля и Шута» относишься? Легендарные они, чуваки? Ну, это в любом случае, как бы ни относиться, то есть кишу, это в любом, даже если ты их ненавидишь, это в любом случае легендарная хуйня, типа... Хорошо сказал Это как, блядь, битлов можно любить, ненавидеть, но в любом случае это все легендарная хуйня, типа их влияние, особенно на руссцену, ну, всеобъемлющее Ого, как подпеваете, хорошо, ваша оценочка от 0 до 10, мнения могут не совпадать 7 и 10 8, 8, 7 Так, расскажите, раз вы подпевать стали, просто знаете, где-то слышали или... Ну, «Король и Шут» все детство практически прошло с ним Ого, это любимый трек? Нет, конечно Единственные, которые мы знаем Единственные, которые знаем, да, я тоже так хочу А там «Будь как дома, путник» А, да, я ни в чем не откуда, я тоже знаю Блин, вы суперклассны Так, а тебе на вид, ну, ни разу не 20, ты гораздо младше Ну, да, да, я к этому и веду Откуда ты знаешь вообще эту песню? Подружки все слушают «Король и Шут» и все Сейчас говорят, благодаря сериалу, по-моему, кукла-колдуна там одна из топовых в ТикТоке, это правда? У меня нет мода на ТикТок, у меня старый ТикТок А ты классная, чья дочь? Это ваша? Вы можете ей гордиться Она не знает, что такое ТикТок Правильно, блядь Оценочка от 0 до 10 Вы че, издеваетесь, ребят? Ну, это же классика говноризма российского Оценка от 0 до 10? 12 Так, а вы? 8 Получается по десятке Ну ладно, 8 и 10 Так, а почему это считается чем-то таким важным? Ну, на ваш взгляд, по крайней мере Ну, объясню, во-первых Почему киш не панки, а не говнори Потому что панк-музыка все-таки Она включает в себя некую идеологическую составляющую Если вы не в курсе, то панки это приверженцы идеологии анархизма Король и Шут соединили себе панк-музыку Именно как музыку При этом добавили скрипку Что было их фишкой За счет чего они вылезли И стали очень популярными Но при этом их тексты Никоим образом не содержали Никакой идеологической составляющей Поэтому они панками не являются Я являются говнорями Но при этом нужно отдать им должное Их слушают как минимум Наверное, три поколения людей в нашей стране И более того, вам скажу Что я работал в шоу-бизнесе Я занимался звуком и светом Я работал на рок-опере ТОТ Которая, собственно, является одним из их проектов И виделся с ними лично Ребята забавные достаточно Поэтому они, конечно, персонажи противоречивые Горшок-дурень тот еще был Но нужно отдать им должное Они оставили свой след в истории российской рок-музыки Это просто мы закончим этот выпуск Этим прекрасным эпилогом Так, друзья, подведем итоги этого выпуска Не получилось у группы Король и Шут превзойти Результат Юрия Шатунова Но по баллам они тоже круто набрали Рейтинг композиции Прыгну со скалы группы Король и Шут Составляет вот столько вот баллов Напишите в комментариях, какой трек Какой группы нам оценить в следующем выпуске Я читаю каждый комментарий Поэтому обязательно напишите Возможно, именно рейтинг вашей композиции Мы и узнаем в следующем выпуске Подписывайтесь на канал Инстаграм, Телеграм, Бусти С вами был Максим Пока! Не умел, видимо, такой В жизни мой удел